Парламентская комиссия по управлению средствами общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Алимаджлисе Республики Узбекистан провела очередное заседание, в котором приняли участие члены парламентской комиссии, представители третьего сектора, а также средств массовой информации. В парламентской комиссии в ходе заседания были рассмотрены результаты третьего и четвертого конкурсов общественного фонда при Алимаджлисе Республики Узбекистан по выделению государственных грантов. Всего на них поступило 338 проектов от 316 негосударственных некоммерческих организаций средств массовой информации других институтов гражданского общества. Проекты третьего конкурса направлены на воспитание подрастающего поколения, духовно зрелого, физически здорового, способствующего развитию предпринимательства, научного, творческого и интеллектуального потенциала. Ну а проекты четвертого смотра нацелены на повышение активности ННО, социально-духовной, экологической и медицинской культуры населения. По данным направлениям рабочие группы были изучены все проекты и выделены самые лучшие. 96 ННО стали победителями. Получается, что на одно призовое место было представлено 4 проекта. В общей сложности выделено грантовых средств в размере 2 миллиардов 750 миллионов сумм. По данным общественного фонда, на реализацию проекта, признанного лучшим за последние два года, сумма гранта увеличилась с 25 миллионов до 30 миллионов сумм. Таким образом, прирост составил 20%. Участникам встречи рассказали, что в рамках поддержки государственных грантов предусмотрены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике анемии и предотвращению ранних браков. Особое внимание будет уделено развитию туристического потенциала страны, повышению культурно-исторической привлекательности Узбекистана посредством популяризации экологических, гастрономических, историко-научных и других видов туризма среди зарубежной аудитории. В целях сохранения национальных традиций, обычаев различных народностей и этнических групп, населяющих нашу республику, укрепление межнационального и межконфессионального согласия и дружбы было решено провести пятый конкурс на выделение госгрантов. Речь шла и объявлении дополнительного шестого государственного гранта, приуроченного к реализации указа главы государства о программе действий к 70-летию всеобщей декларации прав человека. Он будет содействовать повышению уважения к ее принципам и ценностям, обеспечению и надежной защитой прав и свобод человека и верховенства закона. Говорили также о необходимости укрепления социального партнерства и совершенствования механизма сотрудничества между местными органами власти, ННО и другими институтами гражданского общества. В связи с этим были определены задачи по поддержке внедрения системы субсидий и социальных заказов на основе социального партнерства. Парламентская комиссия рассмотрела и другие вопросы, относящиеся к ее компетенции, приняв по ним соответствующие решения.